Добрый день, уважаемые гости! Позвольте мне поприветствовать вас на гостеприимной Ивангородской земле в Кингисепском районе. Для нас большая честь принимать сегодня столь высоких гостей здесь, в администрации, поскольку Ивангород является форпостом нашей большой страны, нашей России. И, безусловно, приезд гостей в наш город – это всегда событие. Ивангород имеет богатую историю, и Ленинградская область достаточно плотно сотрудничает с Республикой Кореи. Я уверен, что наша встреча сегодня пройдет очень плодотворно. Пообщаться и обсудить все вопросы, которые могут заинтересовать и Корейскую Республику, и непосредственно город Ивангород. Ивангород очень богат культурным наследием. Республика Корея тоже, в общем-то, имеет свои традиции, имеет свою культуру. И я думаю, что в этом плане нам действительно есть о чем поговорить. Лично для меня второй раз зайти сюда, потому что я проехал, там есть специальные машины. И мы теперь видим, что этот район, конечно, в самом важности, наши великолепные компании «Юрорусы» здесь находятся. Поэтому я так думал, что это было раньше, но это было просто первый год, когда я приехал, поэтому я не знаю, что это время. Но уже я привыкнул к истории району Ленинградской области, потом немного узнал, что компания «Капита» правила, здесь срабатывали. И, ну, конечно, я знаю, что я рос, здесь никаких проблем нет. Я не спрашивал, насколько я с... Ну, там, здесь нет, но никаких проблем. Просто все равно надо, я сам прямо надо увидеть место. И потом, если возможно, в дальнейшем еще разница международной страной, особенно в этом районе. Возможности, возможности отношения, я хочу включать от вас в какой-то сфере, возможности, в дальнейшем наши отношения. Отношения – это спорт, спорты. Хороший, теплый, тропы сердечный. В следующий год мы отмечаем большое значение, значимый год для 33-е помещение между другими странами, депутатского помещения. Господин Мином сказал, что какую-то должность или там какую-то помощь у нас высказали в общем-то, но просто одно вещь, просто пытаясь оценить. Они, по-моему, уже попросили вам разрешить там место, где какую-то станцию, остановка. Остановка. Действительно, с господином Мином мы уже дважды встречались, общались. Поскольку я здесь совсем недавно работаю, только погружаюсь во все вопросы, проблемы, которые существуют в городе. Но сейчас не об этом. Действительно, компания Euro Corporation, предприятие, которое находится в Ивангороде, это самое крупное на сегодняшний день предприятие. Там трудятся в том числе и жители Ивангорода, жители ближайших городов. Поэтому его судьба, его развитие, безусловно, связано с Ивангородом. Это и налоговое отчисление, это и социальная обстановка, ну и вообще в целом развитие экономики. Поэтому мы, безусловно, в этом направлении будем общаться тесно, плодотворно и по возможности, конечно, помогать, создавать определенные условия для того, чтобы предприятие, в общем, каким-то образом могло помогать. Бюджет у нас формируется на год вперед, поэтому те вопросы, которые мы сейчас в этом году поднимаем, мы начнем реализовывать. Что-то в этом году мы сможем сделать, да, своими силами, но основной акцент, конечно, в следующем году постараемся этот вопрос решить уже однозначно и дать возможность предприятию уже работать в более качественных условиях для нашего города. То, что касается наших взаимоотношений, то, безусловно, Ивангород, ну, наверное, можно рассматривать в первую очередь как город для туристов, поскольку у нас есть много достопримечательностей, у нас есть много мест, которые мы могли бы показать. И с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Андрозденко мы буквально недавно встречались в Ивангороде, и он тоже подтвердил о том, что все-таки Ивангороду надо двигаться в направлении развития туристской инфраструктуры. Это предприятия малого-среднего бизнеса, это места проживания, это места точки для питания, это сувениры, ну и, соответственно, благоустройство города, которое на сегодня требует особого внимания, дабы создать хорошую атмосферу и оставить хорошие впечатления у туриста о нашем городе. Это тоже совместное с консульством мероприятие, когда на базе одного из наших учреждений культуры проводили ряд мероприятий. Это показ фильма, это презентация костюмов национальных, это презентация национальной кухни, да, и вот на удивление вызвал очень большой интерес у жителей, очень много жителей посетили данное мероприятие. Мы можем говорить о возможном проведении подобного фестиваля уже в Ивангороде, это позволяет. Что касается спортивного обмена, то, безусловно, если какие-то команды, либо отдельные спортсмены будут приезжать в Россию, мы готовы организовывать совместные тренировки, какие-то небольшие мастер-классы, соревнования. Я думаю, что это тоже будет полезно и для ваших спортсменов, и для наших ребят, которые там только, не только в тейквондо, могут быть и другие виды спорта, которые культивируются в нашем районе. Это основные моменты, на которых мы можем сделать акцент, попробовать совместные мероприятия в следующем году запланировать. Мы его тоже будем со своей стороны готовить, да, вместе с вашими специалистами, и попробовать его действительно провести на хорошем организационном уровне, тем более, что предприятие у нас, в общем-то, градообразующее. Мы решаем посылать мастер-классу, да? Да. А как вы можете поручить? Поручите. Давайте, конечно. Эта идея мне очень понравилась, сразу я ее даже, да, подозначил. У нас есть спортивная федерация по Ленинградской области, мы с руководителем этот вопрос обсудим, я думаю, что это не проблема. Все организовать можно. У нас, как мы раньше, об этом тоже обсуждали, да, именно в Иван городе у нас в нашем заводе работают наши сотрудники, именно более тысячи людей. Из них 350 людей, именно получается, в Иван городе, ну, где жители там, именно в Иван городе. Второе, в Иван городе у нас пешеход пока есть, из-за этого, если возможно, есть, тогда можно этот пешеход уже более красивее, но все в порядок, чтобы наши жители и наши сотрудники можно ходить, именно более, ну, как удобно. Вопросы, которые вы обозначили, значит, какие-то вопросы у нас уже находятся в работе, как мы с вами договорились. Здесь уже наш архитектор встречался с вашим представителем по площадке, мы уже определились, мы уже понимаем масштаб бедствия. Сейчас у вас там ведутся ремонтные работы, насколько я знаю, да, по ливневой канализации. Вот, в дальнейшем, то, что мы можем в этом году, да, где-то подсыпать, какие-то материалы предоставить, мы, безусловно, это сделаем. И, может быть, мы с вами попробуем хотя бы несколько экскурсий сделать для ребят, которые определяются со своей профессией, думают, куда им дальше идти, на кого учиться, и, может быть, кто-то из них уже заинтересуется и захочет продолжить работу на таком крупном предприятии, как Юра Корпорейшн. Какой-то горячий период мы должны посмотреть, который мы уже обсуждали, обсуждали сегодня, да, скоро, даже, месяц, он скоро организует там, там, тур, там, МДФ-забота, даже, и следующий год мы посмотрим, уже здесь масса, как он на массу работает, ну, давайте мы попробуем. Давайте. Мы, взрослые, так, были удивлены, увидев все это, то поверьте, что они между собой общаются, и вот эта вот информация доходит также те родители, которые, может, ищут работу, не знают, куда пойти, а их ребенок побывал там на экскурсии. Конечно же, он маме и папе все это расскажут, поэтому это тоже такая вот хорошая реклама и информация. Ну, помню. Которые мы с вами запланировали, обязательно нужно интегрировать те предприятия, которые работают не только в Вангороде, но и в Ленинградской области, Санкт-Петербурге. Потому что, ну, так или иначе, это все равно культура, это все равно общение. И сейчас и Кингисепский район, ну, и Вангород в частности, мы крайне заинтересованы, чтобы все выпускники, отучившись в Санкт-Петербурге, возвращались сюда и начинали свою трудовую деятельность здесь, где они родились. И, соответственно, те предприятия, которые есть, давали действительно им возможность работать, развиваться и создавать семьи, и уже устраивать свой быт. Мы должны совместно проводить подобные мероприятия и помогать нашим молодежам все-таки оставаться здесь. Но для этого нужно им показывать, рассказывать, чтобы у них в голове четкая картинка была своего будущего. Город Вангород – это город эксклюзивный и в географическом плане, с тем, что он находится непосредственно перед государственной границей, и в культурном плане. Это город с огромной историей, огромными традициями, очень интересный город в плане туризма. Мы, конечно же, очень рады, если в перспективе у нас возникнут совместные встречи. Мы готовы использовать нашу территорию для проведения совместных мероприятий. Различного уровня. Ну и, конечно же, я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча послужит новой отправной точкой к дальнейшему, к новому этапу нашего взаимодействия с нами по следующему. Здесь много приехали, потому что в сторону Таллина. Но если они поедут по самолету или по поезе, тогда это трудно выйти. Но если есть автор, они используют, тогда можно выйти, посмотреть, возможно. Но если просто у меня есть разные предложения. Если у вас есть возможность, ваше агентство, 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 им предлагайте, когда они приезжают в город, все равно они проезжают сюда. Даже час, время. Пусть они остановились здесь, посмотреть. Пусть они туда проводят программу «Ван Город», час, посмотреть. Где пусть? Это уже первый этап. Начинать. Мы продумываем, каким образом автобусу, который едет транзитом уже в Европу, не ждать это время. Чем уникален «Ван Город»? Два пешеходных перехода, где туристу интересно будет пешком, через мост, и с одной стороны идти в другую страну. В это время автобус его уже ждет там, на той стороне. И он, посмотрев здесь достопримечательностей спокойно, пешком пройдет и попадет уже, сядет в автобус и поедет дальше. Поэтому мы над этим сейчас работаем. Безусловно, когда у нас будет уже готовый туристический продукт, мы будем предлагать, в том числе, благодаря вашим связям, туристическим компаниям. Давайте тогда мы какой-то перелетный программ попробуем. Если вы конкретно предлагаете, тогда я тоже, точнее, компанию расскажу, как с «Ван Городом» мы совместно работаем. Пилетный программ, один или два команды там послали туда. Давайте вот запустим действительно пилотный проект за 10 дней инициаторов. Ну, проговорим с ним, подготовим все документы. Попробуем действительно запустить первые группы. У нас это, насколько я знаю, не было еще. Давайте попробуем. Губернатором Ленинградской области Александром Ильичем-Дрозденко обсуждался вопрос по введению электронного билета на посещение крепости. Когда дистанционно можно оформить электронный билет по паспорту, как по принципу чемпионата мира по футболу, когда по ID-паспорту болельщики приезжали в нашу страну. Здесь то же самое. Оформляешь электронный билет, либо покупаешь его непосредственно в Генгисеппий, либо возле пункта пропуска. И при предъявлении паспорта показываешь этот билет и проезжаешь, соответственно, крепости можешь посетить. То есть вот этот механизм, он сейчас на уровне правительства Ленинградской области тоже прорабатывается. Безусловно, давайте будем пробовать. В любом случае, нам это необходимо самим, потому что мы понимаем, что без вот этих действий нам очень сложно будет сделать действительно ваш город привлекательным и более посещаемым. Хорошо, мы попробуем. Да, спасибо. Спасибо большое.